Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас, как всегда, будет мукпанг и меня даже не видно за этой курочкой. Она просто обалденно пахнет. Я уверена, что всю курицу я съесть не смогу, но я думаю, что где-то половину я съем. Так что оставайтесь вместе со мной. Ой, да как она аппетитно пахнет! Это нечто, это просто запах волшебный. Ножечко, начнем с ножички. Макаем в наш шарап. Я обожаю его просто, если вы не знаете, какого вкуса наш шарап. Он просто кисло-садкий. Я сегодня была в супермаркете. Я видела в комментариях, что часто мне пишут, что у тебя один раз была курица-гриль. Повтори. Я подумала, почему бы нет. Когда я увидела эту курочку, я просто знала, что у нас с ней что-то получится. Я была уверена. Посмотрите, внутри очень хорошо она прожарилась. Я это всегда понимаю по ножке. Если ножка внутри, знаете, не пахнет сырым мясом, все, она зайдет. Я была сегодня на работе. Потом пришла домой, решила снять еще один мук-панг. Так как у меня уже утром было видео, я думаю, что это тоже выложу сегодня. Если вы никогда не пробовали наш шарап, обязательно попробуйте. Обычно его наш шарап использует к рыбе. Но я с любым мясом считаю, что идеально просто. Просто такой кисло-сладкий. Я заметила одну тенденцию. Я когда была в России, увидела там тоже наш шарап. И наш шарап готовит из гранатов. А гранаты выращивают здесь. Один раз в России на прилавках я увидела наш шарап дешевле, чем у нас. Мне было просто очень интересно, любопытно. Все-таки транспортировка, налоги и все такое. Неужели так все дешево обходится? Кожура. Это просто. Я обожаю кожуру. Говорят, что она вредная. У нее много холестерина и все такое. Для меня просто это не помеха. Это для меня будет обед. Я завтракала. Как я вам говорила во влоге, мой завтрак начинается где-то в 11. Утром не бывает аппетита. Сочная курица. Ой, вы посмотрите. Здесь внутри, оказывается, какой-то гарнир. Ой, да. Это просто надо видеть. Обалденно, ребят. Всегда буду брать там курицу. Разделывается просто легко. А кожура какая. Сказка. Уже не первый раз у них беру. Прошлый раз, когда мукпанк снимала, кстати, тоже у них брала. Я извиняюсь, конечно, что я прям руками вот так вот, как хищник, нападаю. Но я не могу себя остановить. Это выглядит очень аппетитно. Как вкусно. Вообще сказка. Хотела вам сказать огромное спасибо за то, что подписываетесь на меня в инстаграме. Может, кому-то не нравятся мои видео, которые я снимаю в инстаграме. Но с каждым днем появляется все больше и больше людей, которые меня поддерживают в этом. Которые пишут, айка, у тебя все круто получается. Продолжай. Спасибо вам. Спасибо всем, кто подписался на мой инстаграм после вот этих видео. За один день, представляете, 300 человек в инстаграме. У меня такого никогда в жизни не было. И давайте поотвечаем на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Первый вопрос звучит так. Как стать популярной и ощущаешь ли ты, что ты популярна? Честно, вообще не ощущаю летом. Вот, например, этим летом я больше ощущала это, чем сейчас. Я считаю, что вообще зимой, когда ты в куртке, в шапке, вероятность того, что тебя на улице узнают, к тебе подойдут, минимальная. Вот, поэтому нет. Вот зимой ни разу не было такого. А летом, вот этим летом, куда я не выходила, всегда хотя бы один раз меня кто-то узнавал на улице. Ко мне подходили, фотографировались. Было очень приятно. Или потом мне писали в инстаграме, что вот я тебя видела там-то, там-то. А зимой то ли я сильно укутываюсь, то ли, не знаю, какой-то другой фактор. Я так-то особо, знаете, никуда не хожу. Вы можете это заметить по моему инстаграму. То есть у меня жизнь не особо активная. Работа, дом, супермаркет, ютюб. А как стать популярной? Я могу ответить на вопрос, как набрать аудиторию в ютюбе. С каждым днем набрать аудиторию в ютюбе все сложнее и сложнее. Мне, можно сказать, повезло. В том плане, что я начинала где-то... Сколько? Два года назад. Тогда было проще. Я не вкладывал ни копейку в развитие своего канала. Некоторые покупают, не знаю, там, рекламу блогеров. Не всегда это действенно. Раньше я тоже рекламировала каналы за деньги. Но мне самой было стыдно, когда я, например, прорекламила. А люди не смотрят этого человека. Я же не могу людей заставить смотреть, понимаете. Кто-то смотрит, а кто-то нет. Кому-то неинтересно. Даже если у вас формат похожий. Не факт, что в начале видео там блогер скажет, подписывайтесь на такой-то канал. Она очень круто снимает. Вообще хорошая девочка. И что, все побегут тебя смотреть? К сожалению, в ютюбе все работает совершенно по-другому. Что-то в тебе должно зацепить. Или, например, раздражать. Иметь хейтеров, в принципе, это тоже неплохо. Это тоже аудитория. Вот. Например, мама-отличника. Мне кажется, ее знает весь ютюб. И какие-то скандальные вот эти видео. Набрали очень много просмотров. Как бы она стала популярной. Можно, конечно, делать и так. Кто-то снимает трэш-салона. Это сейчас вообще, знаете, бомба. Вот если вы снимете какой-то трэш-салон. Ну, вы поняли, про какую тематику я говорю. У вас сразу будут и просмотры. У вас сразу будет и аудитория. Ну, я, если честно, мне как-то стыдно идти в салон. Просто из-под стежка снимать видео. Потом, не знаю, выложить это все. И все равно, хочешь не хочешь, знаете, они немного преувеличивают. Чтобы видео получилось поинтереснее. Вот. И когда вот эти все моменты учитываешь, ты понимаешь, что это не твое. Но лично для меня это не мое. Но... Взрывная идея. То есть нужно снимать что-то такое, что взорвет. Что у других блогеров хорошо набрало. Вот я сейчас читаю очень много вопросов касательно того, что если я вдруг выйду замуж, буду ли я снимать видео после замужества? И знает ли мой парень о том, что я снимаю видео на YouTube? Я, по-моему, отвечала. Не знаю, опять спрашиваю тут. Вроде я отвечала на этот вопрос. Насчет того, что буду ли я снимать видео. То есть это никак не относится к моему замужеству, имею ли я детей и так далее. Просто может быть такое, что мне надоест. Я как-то вырасту из этого. У меня будет какой-то свой бизнес, свое занятие. И мне не захочется просто снимать. Вот такое возможно. А так что? Муж запретил. Такого нету. Мой парень очень хорошо относится к моему роду деятельности. Но он всегда говорит о том, что я бы никогда не участвовала в этом. Несколько раз было такое, что мы с ним гуляли. И ко мне подбегает девочка. Очень такая оптимистичная, классная, такая красивая. Откроется, я знаю. Давай сводкаемся. И он всегда говорит, что ему вот это вот не надо. То есть многие ошибочно предполагают, что все мечтают стать блогерами. На самом деле это не так. Среди моих зрителей есть очень много, я уверена, людей, которые просто смотрят блогеров, но никогда в жизни бы не хотели этим заниматься. Вот. У меня в универе была подруга. Она очень любила смотреть бьюти-блогеров. Я относилась к этому, знаете как? Как к сфере услуг. Я пошла, долила себе на шарап. Потому что он уже заканчивался, а я еще не наелась. Вот почему. А в чем же мы говорили? А ну вот, я говорила насчет своего парня, то, что он бы никогда бы не занимался видеоблогерством. То есть ему ну это не близко. Он смотрит блогеров англоязычных, не русскоязычных. И то есть ему это нравится, но сам участвовать в этом он не хочет. Меня поддерживает, там какие-то идеи кидает. Из русскоязычного ютуба он смотрит только меня, когда кушает. И кого-то еще. Кого-то еще вот не припомню. Тоже мукпанки снимает. Мужик такой. Как привлечь внимание парня, который тебе нравится? Не знаю, честно, как. Но я всегда улыбалась над шутками парня, чтобы показать ему, что он мне не безразличен. Не знаю, насколько это работало. Скорее не работало, чем работало. Так напрямую, знаете, сказать, что слушай, ты мне нравишься. Давай будем вместе. Мне кажется, девушке не стоит так рисковать и говорить первой. Все-таки мужчина должен добиваться девушку. и лучше просто быть в ожидании. Да, конечно, есть такие случаи. Я знаю пару. там парню вообще эта девушка не нравилась особо. А девушка специально принесла свой фотоаппарат, чтобы пофотографироваться в универ. чтобы потом он сказал, что скинь мне фотки. И она в ватсапе скинула бы ему фотки. Они начали там общаться. Парню совершенно девушка не нравилась, но она, знаете, такая хоризматичная была. Такая оптимистичная. Такая, знаете, поставила перед собой цель. Добилась. Вот так вот. И что она сделала? Принесла фотоаппарат. Она рассказала мне о своей идее. Я сказала, что идея бомба. Но я не уверена, что он продолжит общаться. То есть в ватсапе написала и что с этого. Скинула фотки, разговор закончился. А нет. В ватсапе что-то они начали переписываться и так далее. Начали обсуждать фотографии. Она ему сначала скинула фотки, потом написала, что как думаешь, вот эту фотку я хочу выложить в инстаграм, какая лучше это или это. Две фотки скинул ему. Он сказал свое мнение. Она такая, ой, как хорошо, что ты мне подсказал. А то бы я без тебя не разобралась. И ничего, начали общаться. Прошли месяца. Парень как-то привык к ней. И знаете, он ее просто обожал. И даже он не понял, что первый шаг сделала она. Он подумал, что это был его выбор. И он сделал первый шаг. А на самом деле нет. Мы замечали, что он вообще не смотрит на нее, не обращает внимания на нее. А сейчас безумно. Поэтому, на мой взгляд, можно сделать первый шаг, но сделайте его так, чтобы он подумал, что это он сделал. Первый шаг. Например, вот такой вот способ. А чем не вариант? нету стопроцентной гарантии, что прокатит, но все равно вероятность есть. И знаете как? Если вы откроете свою душу, скажете ему, что вот, ты мне нравишься, давно хотела тебе сказать, вот представьте, он скажет, а ты мне нет. Потом собирай с пола свое сердце, которое разбито просто в клочья. Поэтому, на мой взгляд, лучше перестраховаться и просто стать ближе к этому парню. Когда у вас более близкие отношения, уже тогда, я думаю, что можно сказать о своих чувствах, но не торопитесь. Дальше. Следующий вопрос. Как ты выбираешь из депрессии? Обычно, когда я болтаю с своим братом, он мне просто поднимает настроение на все 100%. Вот, например, вчера у меня не было настроения насчет налогов, всякого этого геморрора. Я просто хотела повеситься, настолько у меня не было настроения. И тут звонит мой брат, я взяла трубку, я ему говорю, да вот настроение, нет, все такое. Он просто меня рассмешил, честно. И он начал меня хвалить. Говорит, что налоги же платят за доходы, говорит. Вот человек не работает. Кто-то может с него взимать налоги? Нет. Значит, ты еще та фигура. Такой, здесь прикалывается надо мной, издевается надо мной. Такой степ. Прям я от души поугарала, и у меня поднялось настроение. Я думаю, что для поднятия настроения, для поднятия самооценки, позвоните моему брату. даже если, знаете, вот все прям попа, да, он все равно сделает так, что вы будете в лучшем настроении. Вот. Как-то так. Я уже, в принципе, наелась, но могу еще немножечко поесть. Давайте еще этот кусочек съедим. в принципе осталось, как и ожидалось. Большая курочка не смогла. Много это. Вкусняша. Просто вкусняша. На этом, я думаю, пора закругляться. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо каждому, кто подписался на мой канал, потому что за последние 3-4 дня столько людей подписывается на меня, что мне на самом деле очень приятно. Спасибо вам за вашу любовь, за то, что смотрите меня. Обязательно ставьте лайк. Встретимся в следующих видео с чем-нибудь вкусненьким. С вами Блэйка Эмили. Всем пока!